Почитаю Матфея, 16 глава, 17 стих. «И знамения будут сопровождать уверовавших, именем моим будут изгонять демонов, будут говорить на новых языках, и руками змеи будут брать. Если смертоносное что-нибудь выпьют, не повредит им. На немощных возложат руки, и они будут здоровы». Нас всегда вдохновляло и даже бросало вызов то, что первым идет, будут изгонять демонов. Уверовавших будут сопровождать это знамение, будут изгонять демонов. Сами Иисус почему-то сказал это в первую очередь. И я скажу, что это не просто так. Есть четыре важных причины, почему демоны должны изгоняться. Первое. И знание демонов – это индикатор, что через тебя действует сила Бога. Потому что когда Иисус изгонял демонов, и его обвиняли, что он силой князя Бесовского делает, он сказал нет. Он объяснил, что это перестом Божьим. То есть это сила Божья. Это Бог участвует в знании демонов. И вдумайтесь, если через тебя это происходит, то это индикатор, что у тебя есть связь. Вы договорились с Богом своими словами, что Он по твоей молитве, Он через тебя это делает. Конечно, и неверующие пытаются изгонять демонов. Но мы сейчас в хорошем ключе говорим. Сейчас не будем брать этих всяких сыновей, скевы и так далее. В хорошем смысле. Это хороший индикатор. Если в твоем служении выходят демоны, это очень хороший индикатор. Второй индикатор – это то, что ты пребываешь в полном Евангелии, а не поврежденном. Потому что сейчас очень много людей, которые что-то частично делают, а другое говорят – это не мое, это не моя тема. Нет, нет, нет. Это была тема Иисуса, это была тема учеников, это была тема Первой Церкви, это было повеление Иисуса, и это знамение, которое сопровождает уверовавших. Какой ты тогда уверовавший, если через тебя это знамение не является? Это очень важно, что это полное Евангелие, что ты не что-то частично делаешь, ты, как ученик Иисуса, полноту несешь. Третья важная причина, почему демоны должны изгоняться, именно через тебя, а не просто за компанию. Это индикатор, что ты не в связи с духами нечистыми, ты не под демоническим учением. Потому что если ты уже в связи с духами нечистыми, или ты находишься под демоническим учением, они будут тебя всячески обманывать, чтобы ты не изгонял демонов. Они тебе будут какие угодно, выкручивать Писание тебе будут как угодно, чтобы ты только их не изгонял. И поверьте, у меня большое подслужение, вы знаете. Я замечал, люди, которые попадают под демоническое учение, под учение демонов, в Библии об этом написано, они находят какие-то причины, чтобы не изгонять демонов. Они объясняют, что это уже все, на мне сила Божия, это уже не важно, я только вот так сделал, все, они сами выходят, я не напрягаюсь. Они всячески увиливают. Не прямо, ну, по факту, то есть у их служения не увидите изгнание демонов. Я заметил, это те люди, которые попали под обольщение демонов, то есть их, демоны выкрутили учение так, в умах этих людей, что они вроде бы и не против. Они скажут, я за, я за изгнание, делайте это, да, но через них это не происходит. Они находят какие угодно причины, и я называю это плохим индикатором, потому что через Иисуса демоны не просто выходили, они его даже когда видели, они кричали. И это важно. Все люди Божьи, которых вы читали в Библии, в истории, все генералы Божьи, все реформаторы, в их служении было изгнание демонов, потому что это настоящий Евангелие, это признак, что ты с демонами не вась-вась-вась, признаки, что ты не попал под их влияние, ты враг для них, ты их гонишь, ты наступаешь на них, ты не даешь им шанса вообще. Так что держите, это очень важно. И я скажу так, на каждом сегодня, кто проповедует о сверхъестественном, на каждом есть ответственность, будет ли он это утаивать, или будет ли он это доносить ученикам. Если вы проповедник, если вы учите чудесам сверхъестественному, запомните, на вас ответственность, что вынесли полное Евангелие, бесов изгоняйте, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, ничего нельзя убирать отсюда, ничего нельзя убирать. Я скажу еще больше. Ответ, почему я не слушаю всех проповедников. Те проповедники, в сложении чьих не изгоняются активно демоны, я и другие учения их не слушаю. Это мой выбор. Почему? Потому что если есть там какой-то крен, значит есть в других вещах какая-то, где-то какие-то крайности. Поэтому мои учители, вот, это те, у которых обязательно вот эти все вещи присутствуют. Просто так. Демонов нужно изгонять не реже, чем вы практикуете исцеление. Вот я специально очень-очень скрупулезно в этом отношении изучал Библию, вот эту неделю. Очень скрупулезно, поверьте. Я не просто читал синодальный перевод. Я всю Библию просто вывернул наизнанку и на септуагинте, на греческом, чтобы посмотреть, что там действительно написано. Какие там слова употреблялись в оригинальном тексте, чтобы понять зоны влияния демонов, где они влияют, где человек под властью, где он одержим, где, то есть, понимая, где просто страдает, чтобы разобраться, и где демон, где нечистый дух. Даже словосочетание дух нечистый или нечистый дух, я даже это брал во внимание, что написано в греческом тексте, чтобы разобраться, дух злой, что чаще, или дух нечистый. И я сделал такую карту для себя. Я ее все не могу рассказать, потому что слишком много информации. Ну, вкратце для вас, вот, просто хотя бы тезисами, может вам будет интересно. То в Библии слово демон, его, кстати, не встречается в синодальном переводе, и это ошибка, потому что греческое слово даймонион, именно вот в греческом это демон, даймонион слово. И вот, оно встречается пятьдесят шесть раз. Запомните эту цифру, пятьдесят шесть раз слово демон встречается в Библии. И только один раз в Ветхом Завете. Пятьдесят пять раз в Новом Завете. Что это нам говорит? Почему вот важно знать, что написано именно в источнике? Потому что только Иисус раскрыл вообще людям и объяснил эту тему демонов, потому что люди раньше не знали об этом, потому они и думали, что и на Саула от Бога пришел Дух нечистый. Они не понимали, никто мне объяснил. Вот почему. Но в Завете пятьдесят пять раз упоминается слово демон, потому что Иисус пришел, и Он объяснил, Он рассказал, Он начал изгонять, и ученики это делали. И тогда Иисус первый дал объяснение по поводу они выходят, заходят, там семь злейших. И Он первый дал объяснение, что происходит вообще и как они функционируют, эти демоны. Дальше. В Библии Дух злой или Дух нечистый встречается двадцать пять раз. И это одно и то же. И демон, и Дух злой. И также описаны тринадцать специфичных нечистых духов, которые имеют узкую квалификацию. Я нашел тринадцать. Я читал книги раньше, и я все, я перечеркиваю это все, где там тысячи имен всяких демонов. Возможно, их и миллионы. Но нет смысла слишком расширяться. Вот я нашел в Библии тринадцать специфичных демонов, которые описаны в Библии, как они имеют специфичную, особую квалификацию. То есть они вот конкретно действуют. Это к чему я говорю? Что это дает мне? Я, например, вот дух немощи описан. Я понимаю, что есть дух, который он не делает человека таким одержимым, гадаринским. Но он именно дает человеку немощь. Человек болезненный. И в этого человека нет каких-то проявлений, нет какого-то кашля, нет чего-то такого, у него руки не взвиваются. Но он постоянно в немощи. Вот что бы он ни делал, какие бы он ни пил, биодобавки, что бы он ни делал, он постоянно без сил. Он постоянно никакой. И ничего не могут ему врачи сделать. Энергии не хватает. Вот почему нужно знать спецификацию некоторых демонов, чтобы, слушая человека, что он рассказывает, понять, какое действие демона-то может быть. Потому что мы поделили мир на черное и белое. Демоны – это когда человек такой, когда он там кашляет, а если он нормально, ничего, никакой реакции нет, значит, там нет демона. Мы поделили на черное и белое. Но я вам сказал, вот дух немощи. Помните, женщина, которая была в синагоге, скорченная, это была женщина с горбом, и это был дух немощи. Мы читали об этом. Вот кто мог подумать, что это у нее не проблема с ее суставами, не артроз, а именно это был дух немощи. Потому что Иисус сказал, что ее сковал дух немощи. Я вам быстро перечислю 13 этих названий, чтобы вы, как врачи, когда слушали человека, могли понять, что вот это может быть, скорее всего, действие описанного в Библии Духа. Еще раз говорю, их может быть больше, да, я не спорю, но нет смысла увлекаться этими списками. Дух немощи, дух немой глухой, дух пифона или дух прорицания, в книге Деяний. Но там он написан дух пифона, дух ревности, дух усыпления, дух опьянения, дух блуда. Вот у людей, некоторых может быть вот это пристрастие к противоположному полу, именно может быть духовное, не только естественное, физиологическое. Дух заблуждения, дух антихриста, дух обольщения, дух рабства, дух мира, дух уныния. Вот 13 описанных специфичных в Библии таких вот духов. Дух уныния очень распространен в церквях особенно. Уныния. Кто классифицирует, что это дух, правда? Вот человек колет, просто вздыхает. кто скажет, что это дух нечистый? Теперь вы знаете, это может быть дух. И еще. Часто мне задавали вопрос, и я закончу, потому что нет времени сейчас все это изучать, это будет в школе. Библия описывает четыре вида воздействия демонов или нечистых духов на человека. Четыре. Уровни, если хотите. И мне часто спрашивали, когда он там внутри, когда не внутри. Это сложно сказать, внутри не внутри. И я и пытался в Библии еще раз это вычислить. Все-таки, где именно конкретно, я не нашел, но я нашел, как я сказал, четыре вида воздействия, влияния. Я вам просто озвучу их, и может кому-то из вас это что-то прояснит, или если не прояснит, то иначе не нужно глубже углубляться. Вот что Библия открыла, то открыла. Первое, это написано одержимость демонами. Это греческое слово демонидзумы. От слова демонау. Запомните, демонидзумы. Это означает одержимый. В синодальном это написано бесноватый. Но это неправильное слово, потому что слово демонидзумы, слово демон. Правильно, демонизированный. Вот так переводить сложно, демонизированный. Поэтому это слово состоит из двух греческих слов одержимый демонами. Вот как правильно. Так что где в синодальном переводе переведено бесноватый, то в Библии Благословения Отца мы перевели правильно одержимый демонами, демонидзумы. Это означает быть одержимым демоном, находиться во власти демона. Что это слово означает? Когда демон взял на человека полностью власть. Находиться под властью демона. Человек не властен делать то, что он хочет. Он уже делает то, что и заставляет его демон. Запомните это, потому что не каждый человек одержимый демоном. Не каждый, кто кашляет на служение, одержим демоном. Одержим тот, кто не может сам собой совладать. Суть одержимости, суть этого слова, демонидзумы, это быть во власти. Человек сам не имеет власти. И в Библии три человека, три персонажа. Я говорю сейчас не в санадальной, а в греческом. Вот это слово. Три человека только описаны, которые были именно демонидзумы. Это Гадаринский бесноватый. Сказано, что он был одержимый именно этим демоном. Демонидзумы. Запомните, Гадаринский. Также одержимой была дочь Хананиянки. Это было демонидзумы. И третье. Слепого и немого привели когда к Иисусу. Места из Писания, я не знаю, там не показывают. Я ожидал, что сегодня будет показывать, чтобы вы записывали. Ну, извините. Хорошо. Найдете эти истории Библии, кому интересно. Это когда к нему привели одержимого демоном, слепого и немого. Он его исцелил, и тот слепой и немой стал говорить и видеть. Тут тоже стоит одержимый демоном. Это три персонажа, три конкретных человека, где сказано, что они были одержимы. Там, возможно, их было больше, но описаны три. Второе, что описано в Библии, это иметь демона или иметь духа нечистого. Ну, как-то звучит как-то не сильно понятно, что такое иметь. Но в то же самое время написано, кто не имеет духа святого тоже. Вот иметь духа. Это такое в реческом понятие иметь духа. Так что, как хотите, так и воспринимайте. Это напрашивается другое слово какое-то. Но так написано, иметь, кто не имеет духа нечистого или имеющий нечистого духа, или имеющий духа святого. Так написано в Библии. Поэтому я так и написал. Иметь демона или иметь нечистого духа. Вот кто в Библии конкретно описан, имели. Это женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Вот она имела духа немощи. Я думаю, это все-таки уровень другой. Потому что демонизм – это когда под полной властью человек находится. А вот когда человек имеет, я думаю, это другое. Это когда человек, он нормальный, адекватный, но у него демон нанес ему какое-то повреждение, увечие. Вот так же в синагоге был человек, имевший духа нечистого и вскричал. Это так же было написано, что имел именно. И третий случай – это когда иудейские заклинатели стали употреблять над людьми имя Иисуса Христа. И помните, там был человек, который всех разбросал. И что интересно, здесь написано, что он имел, а не был демонизм. Так что, в принципе, похоже, но, скорее всего, он был адекватным. Не такой, как остальные, которые не могли ничего не поделать. Но когда они попытались изгнать, он проявился. Во всяком случае, вот есть такая история. Здесь написано, что они именно имели духа. Третье, то, что я нашел в Библии – это страдающие от демонов люди. Так и написано – люди, страдающие от демонов. Луки 6, 18. «Которые пришли послушать Его и исцелиться от болезни своих, так же и страдающие от духов нечистых». Сходилось множество народа, следующее место из Писания, «неся больных и страдающих от нечистых духов». Третье, то, что я нашел, вид воздействия – это люди, которые страдали от нечистых духов. И, возможно, здесь абстрактно написано, но не написано, что они были одержимы духами или имели, но страдали. И четвертое, последнее, что я нашел в Библии – это 1 Тимофея 4, 1. «Дух ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением демонов». И четвертое – это находиться под влиянием демонов. Итак, 4 я нашел вида влияния, или, во всяком случае, описания, разное описание. Это одержимость демонами, иметь демона, страдать от демона и находиться под влиянием демона. Но так Библия описывает. И я хочу сейчас призвать вас молиться. И я хочу сейчас. Продолжение следует...